Девушки отдыхают Владимир Грибанов в нашей студии Директор театра на Спасской Председатель Кировского отделения Союза театральных деятелей Владимир Иванович, добрый день Юлия Беляк, ему составляет компанию Специалист по связям с общественностью Театра на Спасской Добрый день, Юлия, с наступающим Да, и вас тоже, уважаемые зрители С наступающим Новым Годом Давайте сейчас сразу вы поделитесь Чем театр на Спасской радует в эти дни И взрослую публику, и юную публику К что можно, куда прийти Юля, помогайте, Владимир Иванович Да Тут Владимир Иванович сегодня лучше солирует Я буду на подхвате Ну, на самом деле, история очень простая Все с нетерпением ждут Как водится, Новый Год Это праздничное настроение Праздничные мероприятия Подарки Гуляние, катание Снег Вот сегодня Порошин замечательный Ну, соответственно, и театр для детей Он тоже в канун новогодних праздников И в новогодние праздники тоже Своего рода преподносит подарки Строит свой репертуар таким образом Чтобы максимальное количество детей Подростков могли прийти в театр Посмотреть спектакли новогодние Ну, и не только, конечно, новогодние Молодежные разные спектакли С конца прошлой недели, да, у вас идут С 21 числа у нас Новогодние представления у елки Да, да, да Да, ну, понятно, как водится Все же хотят придать Дедушку Мороза Сюрпризы какие-то, поиграть Я сегодня в первом часе Юрия Николаевича Лапотева Дедом Морозом назвал Потому что Владимир говорит Представь, кто к нам пришел А уже под Новый Год же кто к нам пришел Дедушка Мороз Ну, вот, да И, естественно, дети особенно маленькие Которые там спят и видят Чтобы как-то встретить Дедушку Мороза Потому что мы знаем, что домой Это он к нам приходит тайно Ночью, когда никто не видит Под елочку кладет подарки А тут можно встретить живого Деда Мороза Подергать за Бороз Почему-то он зачастую приходит в папиной обуви За халат подергать И все такое Поэтому, естественно, перед спектаклем У нас там минут на 20 праздничные представления Встреча со сказочными героями Есть, конечно, там очень нехорошие Которые хотят помешать празднику Вот, есть замечательные герои Которые, как всегда, герои Они побеждают, да И, наконец-то, появляется Дедушка Мороз К всеобщему счастью Зажигать елочку В лесу родилась елочка Ну и так далее, и так далее Фото-зона у нас организована Очень красиво Фото-зона? Это перед спектаклем Это перед спектаклем? Перед спектаклем Дети Там же и претензии какие-то Накопившись Ты мне почему в восьмом классе Не принес Ну, они подарочек просят Детский, значит, да Там с сладостями А там мне бы вертолет Машину там Или дальше Какую-нибудь там Дедушка Мороз подарить Вот, поэтому В репертуаре Там очень много Вечерних спектаклей Для молодежи И для взрослой публики Снежная королева Филкунчик Морозка Тайна волшебной страны Это вот я смотрю Те постановки Которые в эти предновогодние дни В театре на Спаске Как раз Сами названия Создают атмосферу Предновогоднего настроения Ну, естественно Фойе театра украшена Соответствующим образом Там и елка Которая будет гореть Там и всякие Весюльки Сосульки Там целая Такая маленькая Как это называть Какая-то детская площадка А поскольку у нас Мы знаем Год свиньи следующий Да, то там Соответственно На этой детской площадке И порылись Некоторое количество свиней И подложили Некоторое количество свиней И они там Собственно Как-то так поселились Живут упорно Не хотят уходить Ну Для вас Как для профессионалов Как работников Театральной сферы Что значит вообще Наступление Приход Года театра Года театра Насколько Для вас это значимо Важно Именно в этот И что Что ожидаете Именно вот Не то что Знаете как там Дети от Деда Мороза А вот именно вы Как люди Много лет работающие Что вы ожидаете С этого года театра Реального Ой Помрачнее Давайте по порядку У нас полчаса Еще впереди С чего начать Ну как водится Год театра Это ну некое Знаковое событие Мы это понимаем Значит у него должно Быть открытие Закрытие Вот открытие уже состоялось 13 декабря На сцене Драматического театра Там была Некая история На сцене Там была Некоторая история Я даже могу сказать Что эта история Очень хорошая Получилась Фойе театра Можно назвать Это выставкой Можно это назвать Инсталляцией Значит там Собралась Очень хорошая Группа Рабочая Такая Придумали Такой замысел У них Очень креативный Получился И там Была история О некоторых О неких таких Трех спектаклях Трех кировских театров Которые Как звездочки Мелькнули В репертуаре театров И по разным причинам Ушли Слишком скоропалительно Скоропостижно Можно даже сказать Ну то есть Причины разные Там Вот И такая Очень хорошая Я вот Слышал очень большое Количество отзывов Просто восторженных По поводу этой выставки Всем трем театрам Пришлось там Потрудиться Значит Потому что Таскали из театров Там Ну конкретный вклад Театра Наспаска Напомните пожалуйста Вы что-то сказали Из театра Наспаска Из театра Наспаска Вы много чего вынесли Начиная с Манекенов Из спектакля Каренин Там Мужчины Женщины Дети Ну и так далее Там разные Там еще Всякие Масса Аксессуаров Ну то есть Там все это Сложно было Там Ну и театр кукол Соответственно Тоже они там Таскали витрины Своей куклы Там Кровеческий музей Предоставил То есть не Кровеческий Вру Архив Государственный архив Предоставил копии документов Очень интересные Значит Ну то есть Обычно Ну зрители этого не видят Да Ну что-то слышат Ну а тут они могли Увидеть копии документов Об учреждении Каждого из театров Значит В этом городе Значит там То есть Свидетельство о рождении Свидетельство о рождении Да Свидетельство о рождении Да Ну вот как-то вот так Ну соответственно Планируется Когда-то там Еще в конце 19-го года Будет Торжественно закрывать Торжественное закрытие Официальное Там мы подведем итоги Как этот год прошел Какое внимание Было у театров Какое внимание К театрам Какое внимание Театры собственно Уделили Своим зрителям Населению города Кировской области И не только Собственно говоря Потому что все театры Насколько я понимаю Планируют еще и Большие гастроли В разных регионах Нашего отечества Вот Одним из ключевых событий Года театра будет Ну все мы знаем 27 марта Международный день театра И в этот день Как правило Проходит какое-то Большое такое Мероприятие Представлением Да Значит Ну и в этом году Тоже в 19-м Это же самое произойдет Но только Не представляется Что это все будет Такое Более праздничное Масштабное Значит там И так далее Вот Естественно Традиционно будут Приводиться итоги Удачи года Значит Соответственно Театральные деятели Будут озвучивать Эту историю Вот Еще в планах Ну это зависит От федерального центра Значит там Если наше Предложение Будет принято То мы Естественно Готовы его Осуществить На второй половине года Планируется Принять участие Скажем В неком Таком театральном Марафоне Который будет По стране Идти в течение года Начиная с Владивостока И суда к центру Вот Здесь в качестве Нашего предложения Был большой Театральный фестиваль С силами Ну на площадках Двух театров Для детей Театр юного зрителя Театра кукол Вот То есть это детская история Это в целом Да Или не то Детская Да Это фестиваль театров Для детей Молодежи Условно так назовем С приглашением Участников Это фестиваль Лаборатория Будет Если все случится То есть там Он очень насыщенный Будет разного рода Событиями Мастер-классами Семинарами И так далее С творческими встречами Со зрителем С просмотром спектаклей Ну много чего В чем вопрос Один из основных вопросов Чтобы он и в нас Город заглянул По этому мероприятию Нет смотрите Это мероприятие Будет наше Вот если мы попадем В программу Этого марафона И получим Субсидию Из федерального центра На проведение Это мероприятие Значит Та заявка Которую мне Мы отправили А порядок именно Такой заявительный Да Заявился Да Заявился Если федеральный центр Поддержит Нашу заявку Значит примет Профинансирует То это обязательно Все состоится Ну а мы об этом Будем знать только Ну я не знаю Может быть в январе Феврале Следующий Время соответственно То есть да Когда Ну вся программа Будет сформирована Какие города Принятут участие В этом марафоне Но то что этот проект Будет реализовываться Это уже все Сто процентов Нет Как раз все зависит Как раз все зависит Попадем в программу Нет я имею ввиду В целом Это по стране Марафон В целом по стране Это пройдет Марафон Кто был в нем Учащенная Пока еще не точен Там заложены Колоссальные бюджетные средства Значит там федеральные Так что вот Это обязательно состоится Ну Я так думаю Что кировские зрители Вообще Жители города Кирова Даже те которые Ну скажем Не ходят в театры Должны будут Убедиться В некой поддержке Вот скажем Драматического театра Потому что там Вот сейчас закончены Работы по Проектно-смертной документации Значит Поэтапно В течении Двух или трех лет Будет Серьезное финансирование Значит Там Сотни миллионов Значит Об рублей Ну как сказал Юрий Николаевич На первый год 370 Да Это в девятнадцатом году Поэтапно Они значит Начнут там Я не могу утверждать С чего они начнут Я так думаю Начнут как всегда С фасада С лица То есть в ремонте здания Да В ремонте здания Дали ремонт Потом Там планируется Реконструкция И зрительской части Серьезной И всего комплекса Сценического И зрительного зала Включая оборудование Сценическую площадку Там поворотный круг Там свет Звук Кресла В общем Масса-масса Там очень большие Начинка Начинка Театральная Да То есть там И условия Должны быть Более комфортные И для зрителей И для работников Театра Ну собственно говоря То есть у них в руках Должен будет появиться Некий такой механизм С помощью которого Они Как это сейчас говорят Улучшат качество Предоставляемых услуг Да Тут кстати я немножко Недопонимаю Это именно приурочено Году театра Или это все как-то В рамках подготовки К 650-летию города Это что за история Ну это история такая Знаете В рамках подготовки Подготовки все-таки Да Да Юбилей Просто да На протяжении Длительного времени Довольно там Добивались вот этого Финансирования наконец-то В рамках вот В программу подготовки Ну так совпало Что это начальный этап Что это будет проходить В год театра Ну мы этому рады Естественно Красиво и символично Получилось Ну да Вот Ну я уже Озвучивал Такую историю Недавно было Совещание в правительстве У Плитко Значит Один из зампредов Да А давайте мы об этом поговорим Уже после небольшой паузы У нас регламент Надо сейчас На полминуты буквально Уйти и скоро продолжим Год театра Не только праздник Знак вопроса Так называется Наша сегодняшняя беседа И говорим мы об этом Годе театра С людьми Представляющими Нашу так сказать Театральную элиту Владимир Иванович Грибанов Председатель Кировского отделения Союза театральных деятелей Директор театра Наспаска Юлия Беляк Специалист по связям С общественной Театра Наспасской Как раз вот Немножко прервали Да Прервали немножко На полусловие Мне очень легко Продолжить эту тему Потому что Неоднократно уже Поднимал этот вопрос Уже как председатель Союза театральных деятелей Радеющий Так скажем Да Не только за свой театр Вот Ну вот Заканчивается Собственно говоря Программа Такая существовала По стране И очень В многих городах Она Скажем так Была Действенная Реальная Там И программа Развития Театров Да Это региональные Программы Есть федеральные программы Это региональные программы Существовали Вот К сожалению В городе Кирове Она Просуществовала Довольно формально Вот И Честно говоря Я даже не слышу Я тоже сейчас затрудняю Я говорю Об этом Что Формально Что называется Она Просуществовала В каких годах Напомните Это вот Программа До 20-го года Должна была Вот она Там Пятилетие То есть она Где-то Вот она была Просто мы Она в рамках Какой-то концепции Или что Или Прямо как отдельно В рамках концепции Развития Театрального дела Эта программа Значит Продолжна была быть Такая Не на бумаге Не на словах Там И так далее Ну мы все Мы понимаем Что Кировская область Находится в неком Таком сложном Финансовом положении Поэтому А вы знаете Любая программа Она требует Не только Декларации Но и Каких-то там Да Существенных дел Под которые Необходимы всегда Средства Вот И я считаю Что Праздники Это хорошо Все это замечательно Мы все Умеем И любим веселиться Поздравлять Друг друга Вот Но если бы Вот В девятнадцатом году Была действительно Создана Действенная Реальная концепция Развития Кировских театров Она же Там Разные направления Может рассматривать Но все это Направлено На На развитие Театров Должно быть На улучшение На создание условий Для их Как бы Творчества Знаем Мы прекрасно Что есть Определенные проблемы У каждого театра Ну какие это Проблемы общие у всех Ну да Общие проблемы Ну общие проблемы У всех это Скажем да Ну кадры Мы знаем прекрасно Потому что очень сложно Привлекать сюда Специалистов Хороших И скажем Работать Ну в штате Театров И Какие-то Какие-то Единовременные Постановки Значит Там Все очень сложно Ну и понятно Все это связано С финансами С обеспечением Каких-то Социальных гарантий Если кого-то Приглашать Жилье Да Мы все прекрасно знаем В городе Киров Артистов не учат И других специалистов Никогда не будут учить И не надо Я категорически Был возражал Если бы здесь Кто-то начал Эту тему поднимать Потому что Все мы знаем Что творческие вузы Это всегда школа Это мастер И все Нормальные люди Которые хотят Обрести профессию Они все стремятся Попасть В определенную школу Театральную К определенному мастеру Это и у актеров И у музыкантов И у оперных певцов И у цирковых Это такая Специфика Творческих профессий Что называется Все эти уже мастерские Они сложились Есть традиции Есть опыт А здесь Зачем из пальца Высасывать Значит там И что-то Изобретать Ладно Отвлеклись Мы не откреклись Мы говорим про концепцию Ну вот Я считаю Что это было бы Если бы она была Действительно разработана Согласована Значит То это было бы Ну такое Ну ключевое событие В год театра Был большой подарок Для кировских театров Владимир Иванович Вот эту концепцию Сами понимаете Ведь ее по идее Создавать То закладывать Основные моменты В нее должны Сами театралы Потому что Иначе как Только вы Знаете специфику Изнутри Вы готовы Вы готовы Мы участвуем В этой концепции Начнем с того Что есть Предложения Мы помогали Готовить Потому что понятно Что такая концепция Готовится Министерством культуры Кировской области Естественно И к этому Подключаются Естественно театральные деятели И кировское отделение Союза театральных деятелей И принимало И готово Принять Непосредственное Участие В создании Этой концепции То есть Мы-то готовы Главное Чтобы были Готова Другая сторона Ну вот так Ну вот так вот сейчас Как руководитель театра Как руководитель Союза театральных деятелей Какие бы основные моменты Выделили Которые могли бы Попасть в концепцию Могли Даже не могли бы А должны бы Должны присутствовать В первую очередь Должны присутствовать Четкие направления работы Что это Вот мы сейчас говорили О привлечении Скажем там Молодых артистов Ну там Да Молодых Не молодых В общем Ну могут Обновления Это одно Одно из составляющих Очень важное Потому что Как говорят Там кадры решают Все Значит это вот Мощнейшее направление То есть обеспечение Кадровая политика Кадровая политика То есть обеспечение Чтобы Наш регион Был привлекательным Для их приезда Вот Это значит Ну прежде всего Жилье Вот Такая вот история Так Следующий момент Ну и второй момент Это Значит Чтобы были четкие Ясные нормативы Финансирования Театров Да Которые могли бы Обеспечить Их функционирование Спокойное И безбедное Чтобы мы думали Только о творчестве И о творческом развитии Своем То есть Ну понятно Это определенный Фонд зарплаты Это определенное Количество денег На коммунальные услуги На коммуналку Конечно Ну то есть На содержание здания Да Там дальше По перечню Можно дальше идти Там по противопожарным мероприятиям Ну то есть Какие-то регламентные работы Которые построят Я считаю Должны обеспечивать бюджет Нет Ну а установку спектаклей Тоже Вот Это вот И это Третья история Да То есть Постановочные средства Которые Могли бы дать Ну Как бы Толчок для развития Значит там Они Мы не искали бы Способ выживания Значит А вот Думали бы о том Как лучше Как холостить Если бы Ваша голова была Свободна Вот тут Обозначенных Да Тем То гораздо больше Времени бы осталось На творчество Непосредственно Ну Моя-то голова Никогда От этих тех Свободны Не будем говорить О театре Как неком Творческом организме Да Вот так Раз уже заговорили Про деньги Сколько сейчас Для сравнения Средний ценник Постановки В театре Наспасской Трат Ну я так скажу Скажем Возьмем Пусть средний ценник Сами выводят Скажем так Постановка Каренина Стоила Примерно так 800 Миллион Двести С небольшим Да Ну это С учетом Конечно Приглашен Режиссера Художника Там Понятно Там Гонорарная Часть Часть Занимает Этих Расходов Постановка Минимальная Значит Ну 1500 Нужно На постановку Спектакля Это с учетом Того Что Скажем Свой режиссер Свой художник То есть Не надо Воплачивать Сторонних Никого приглашать Ну да То есть Все как бы Свои штатные Сотрудники Ну вот Примерно Вот так Вот А вот Ближайшая Наша премьера Значит Дуэль Дуэль Да Она Превзойдет По расходам Ну там тоже Приглашенный Каренина Да Ну там Приглашенная Да Тоже Постановочная Группа Там Тот же Режиссер Который Ставил Каренина Егор Чернышов Художник Николай Слободянник Ну в общем Там Такая тоже История То есть Мы так Но это все В данный Период Времени Все благодаря Вот федеральной Программе Поддержке Театров Для детей Которая Возникла В восемнадцатом Году Она началась В семнадцатом Году Во второй Половине Она Просуществовала Весь Восемнадцатый Год Она будет В девятнадцатом Году И в девятнадцатом Году И театр Юного зрителя И театр Кукол Тоже получат Субсидию Из федерального Бюджета Значительную Я пока Не могу Сказать Как там Деньги Между театрами Двумя Будут распределены Но там Если мнение Не изменяет память Порядка Четырнадцати Миллионов На два театра Выделяется Насколько легко Или насколько Нелегко Попасть В эту Федеральную Историю Ну скажем так Эта федеральная История Касается Всех Без исключения Театров Для детей Нашей страны Если только Государственные театры Да Государственные театры Да Так что Легко Или нелегко Там ведь еще Вопрос только в том Как это будет Там еще Одно из важнейших условий Да Это Совместное Должно быть Субсидирование Из-за областного Бюджета Да Определенный процент Определенный Региональная Казана Да И Прямо скажу Не все регионы Готовы Готовы На это пойти Поэтому скажем Вот я знаю Я разговаривал с коллегой Из Нижнего Новгорода С театра Инвоззрителя У него эта программа Не работает Ну там видимо Какая-то история Возникла Непонятная Для меня То ли Субсидирование Значит Из областного Бюджета Хотя там вроде бы Бюджет Такой Не из бедных Ну Можно только догадываться Я знаю В 2017 году Когда эта программа Начиналась Она началась Поздно Осенью И многие регионы Просто отказались Потому что Опасались Бюджеты уже сверстаны Там же изменения Опасались Что они не смогут Освоить эти средства А средства там идут И на постановку спектаклей На приобретение Разного рода оборудования И на проведение гастролей Такая очень хорошая история Вот Поэтому В этом году Значит Вот Дважды субсидия была Выделялась весной И вот В летний период Тоже выделялась субсидия Дополнительные средства Выделялись Мы все Буквально до копейки И вложили в дело Наш театр Все А в следующем году Когда будет ясно По поводу этих денег Ну Я так предполагаю Что Ну как это Как показывает опыт Где-то К концу февраля Наверное Будет Подписано Соглашение Между Министерством культуры Российской Федерации И Министерством культуры Кировской области После чего Будет подписано Соглашение Уже с театрами И тогда уже Реально Значит Это субсидия Начнет поступать Адресатом Да Адресатом Там единственная Сложность Такая конечно Условия Такие очень жесткие Как это говорят Утром стулья Вечером деньги Вот так То есть нужно сначала Что-то сделать Закупить товар Потом доказать Что ты его Целево На то что нужно Закупил Потом поступает Дегет Процедуру Очень сложно Осваивать Государственная система Как раз так и работает Да Владимир Грибанов Председатель Кировского отделения Союза театральных деятелей Директор театра На Спасской Юлия Беляк Специалист по связям С общественностью Театра на Спасской У нас подошло время Небольшой рекламы Полторы минуты Она продлится И мы вернемся Продолжаем Мужской понедельник В студии по-прежнему Владимир Сметанин Николай Голиков И наши гости Владимир Грибанов Председатель Кировского отделения Союза театральных деятелей Директор театра на Спасской Юлия Беляк Специалист по связям С общественностью Театра на Спасской Договорились мы Про премьеру поговорить Да Потому что Про финансы Про хозяйственные вещи Как-то даже Вы знаете Непривычно Говорить с работниками Театра Про деньги Ну так может Директоры пригласили Маветон Пригласили Простите Владимир Иванович Все-таки Я-то вас помню Как актера Прекрасно И так дуэль Как стартовать Если говорить Про творчество Про дуэль Юлия говорит Чтобы Ненурский Я приоткрыл Завесу Честно говоря Не очень хочется Приоткрывать Эту завесу Хочется держать интригу Очень необычная У нас такая история Сложилась Значит Вот 20-го числа Мы посмотрели У себя На своей площадке Этот спектакль Значит Художественный совет Значит Егор Чернышев Нам показал Все это дело То есть Режиссер Некий спектакль Ну не эскиз Практически готовый Спектакль Готовый спектакль Просто Премьера-то еще Очень нескорая Готовый спектакль Некий уже нескорая 25-го января 25-го января Запомнили эту дату 25-го января День студентов Мы решили Что делать Сейчас Премьеру спектакля Тем более Мы запланировали Ну вот эти Новогодние Все эти мероприятия Вот Начиная с 21-го числа То есть 20-го мы посмотрели Чехова у себя А с 21-го Уже мы пригласили Детей На спектакли На елочки Вот И решили мы Подержать Немножечко интригу Вот Поморожить Кировского зрителя Но кроме всего прочего Здесь есть еще один Очень сложный Технический вопрос Потому что Спектакль Технически Крайне сложный Не буду объяснять В чем Здесь сложность Одно могу сказать Что Нашим партнерам Здесь тоже будет выступать Как это и бывало Раньше Компания Млайт Она будет Обеспечивать нам Некое Техническое Оснащение Этого спектакля Некое Таинственное Техническое Оснащение Да Его никто видеть не будет До определенного момента Ну То есть Знаете Как про чудеса Не говорят Оно должно Как-то вот так Раз И А Все должны Открыть рот И удивиться И порадоваться Этому Поэтому мы Чтобы Окончательно Все технические Вопросы решить И Что касается Оборудования Которое необходимо Для этого И тут Взаимодействуя С Млайтом Мы поняли Что нам сейчас Невозможно Эту премьеру сыграть И получается Две причины Во-первых Компания началась При новогоднем Во-вторых Технические Как бы Сложности Вот поэтому Когда мы Все окончательно Соскочимся В новогоднем Каникулы Обдумайте Все подробно Да-да-да-да Вот перед премьерой Еще Приедет еще раз Режиссер Сделать несколько Репетиций И мы 25-26 числа Уже гордо Покажем Юля Что-то Добавишь Я Не добавить Я Уточнить В прошлый раз Меня здесь Пристрастно Пытали По поводу Актерского Состава Я случайно Проговорила Что там Будет Александр Королевский Только не сказали Да С какой стороны Он будет Немножечко Все-таки Приоткройте Вот эту тайну Потому что Людям всегда Бывает интересно Кто же Будет Играть Кто будет Фон Корин Кто будет Лаевский Ну Знаете что Давайте Будем держать Интригу Так будем Держать Интригу Надежда Федоровна Я думаю Что Когда пойдут Ну Анонсы Спектакли Уже Там Да Реклама Радио Там Телевизионная Реклама Все такое Там все Все увидят Вот А в сегодняшней программе Мы еще Поинтригуем Немножко Ну Поделитесь Хотя бы Своими-то Впечатлениями От Просмотра 20 декабря Ну я скажу Так что Смотрел Долго думал Знаете Я был Абсолютно Поглощен Тем что Происходило На сцене Это какая-то Такая Очень Очень живая Человечная История Рассчитанная На Людей Внимательных Думающих О жизни О ее смысле О взаимоотношениях Между людьми О взаимоотношениях Между мужчиной И женщиной И так далее То есть Там очень Как-то все Тонко Трогательно И Человечно Душевно Вот То есть Это не Громкие спектакли Это не спектакль Какой-то Там знаете С эпатажем Каким-то Ну это и повесть Довольно-то Такая Негромкая Ну вот Прежде всего Конечно Зрителям Я посоветовал бы Перечитать Эту повесть Она небольшая Вот Много времени Не займет Повесть 1892 года Я в прошлый раз Тоже говорил Я правда уже сказал Перед эфиром Что я не перечитал А пересмотрел Вот известный фильм Плохой Хороший А экранизации Много экранизаций Порядка пяти Экранизаций Но мне кажется Самое лучшее Все-таки Ну согласитесь Там же И Олег И Анатолий Папанов И Максакова И Высоцкий И вот как-то вот Ну я бы все-таки Не Там все-таки Там другая история Не советовал Смотреть фильм Это может людям Как-то мешать Ну вот как Знаете Вот у нас идет Спектакль Обыкновенное чудо Да Люди так идут Ну сейчас посмотрим Театральную версию Известного Знаете Как раз наоборот Люди которые видели фильм Которые смотрели у вас Обыкновенное чудо Они наоборот В очень хорошем Выходили из состояния Потому что они боялись Что увидят повтор А увидели что-то другое Потому что очень хорошие Отзывы Я абсолютно с этим согласен Но вот знаете Никому же не хочется посмотреть Есть намерение Есть результат Вот если есть какое-то намерение Увидеть Что-то похожее на то Что там люди видели То это намерение Очень трудно Со сценой побороть Да Лучше без таких намерений Не идти Не освежать в памяти Никаких фильмов А просто почитать Потому что С тем образом Который складывается У человека Да В его мозгу В его душе Как-то легче Да Чем с тем Который он видел Тем Который вот навязан Который ему навязали Да Уже Экранное зрелище Ну а в целом Владимир Иванович Планы на дуэль На спектакль Они долго идущие Где-то Не будет тот спектакль Который как вы сказали Неожиданно Потом по каким-то причинам Нет Ну скажем В театре на спадской Я так понимаю Довольно очевидная причина По которым Ищет спектакль Каренин Да У нас Из жизни Уже Два ведущих актера Театра Две ведущие роли Значит Этого спектакля Поэтому Я Я вообще Не знаю Что с этим делать Я не вижу Адекватной замены И в общем Какая-то история Здесь я надеюсь Все будет По-другому И я Очень хотел бы Чтобы этот спектакль Была долгая Счастливая жизнь Ну кроме всего прочего Могу добавить Что Не только На такого зрителя Мы Ориентируемся И Значит Планируем еще До окончания сезона Показать две премьеры Это будут Бременские музыканты Которые Тоже не надо Мультфильм пересматривать Перед просмотром Ну да До окончания сезона То есть весной До весной До лета До лета До лета Будут Бременские музыканты Ставит Александр Трясцын Наш актер И режиссер Там Понятно Что музыка Всем известна Слова Всем известны Единственное Что там будет Немножко другая Аранжировка Не та совсем Не совсем привычная Кто над этим Будет работать Ну работать у нас Начал уже Максим Ткач Над этой аранжировкой Он уже Делал музыку Для наших спектаклей Вот А потом Ну для детей Уже более младшего Отраста К концу сезона Мы выпустим Спектакль Под рабочим названием Там Иван Богатырский сын Такая вот История И я очень надеюсь Что С приглашенным Молодым режиссером Который еще Собственно Только Заканчивает обучение Для малой сцены Мы Сделаем Такое Как сейчас говорят Название Сторитейлинг Такое Что это Сторитейлинг Ну это Такой Ну просто говоря Такой рассказ Показ Там для самых Малых детей С вовлечением Их в действие Значит Детский праздник Ну да Это будет Малая форма На малой сцене Значит Такая вот История Владимир Иванович А собственно Со своим-то худруком Когда же вы Решите вопрос Не терзайте меня Не терзайте меня Как-то все сложно Сложно пока Сложно пока Ну Поиски идут В том или ином виде То есть Скажем так Для ясности Да Лично Я Заинтересован В том Чтобы у театра Был главный режиссер Вот Я думаю Как факт Он должен быть Должен быть Вы в этом Убеждены Убеждены Абсолютно Там Такой должности Как художный руководитель Театра На сегодняшний день Нет В штатном Был главный режиссер Есть главный режиссер Вот Я Заинтересован В том Чтобы в театре Был главный режиссер И не только я Естественно Прежде всего актер И Ну понятно Все творческие работники А вот с персоналией Тут уже С персоналией Пока все Пока никак Никак Ну что ж Будем надеяться Что в год театра Этот вопрос решится Поиски продолжаются Минутка буквально Еще остается Обо многом поговорили Безусловно Ну в целом В общем Позитивный такой настрой На год театра На наступающий Я бы очень хотел добавить Что конечно Театры Кроме тех Крупных событий Которые планируются Еще будет Целый ряд Всякого Разного И союз театральных деятелей Будут какие-то мероприятия Свои проводить Когда синхронизируем Все планы Области Федеральные Там и так далее И каждый театр Отдельно взятый Тоже у него там Свои планы И я знаю прекрасно Что театр Активизирует свою работу Не только здесь У нас в городе Киров Но и в районах Кировской области Нас там ждут И вот кстати Гастроли По районам Ну выездные спектакли Гастроли в районах Там знаете Сейчас вот есть Вот федеральная программа Вот там Малая родина Там вот В ту В которую входит Поддержка театра Для детей Сейчас По стране Очень активно И в частности В Кировской области Строят Вот знаете Такие Универсальные Центры культурные Центры культурные Где предполагается Нормальная сцена Чтобы можно было Приехать и поставить Ну да Чтобы можно было Там как бы В более-менее Таких приближенных Театру условиях Играть спектакли Чтобы там был Нормальный свет Нормальный звук Чтобы зритель мог сидеть МКЦ Многофункциональный Культурный Чтобы они могли В гардеробе Раздеться По-хорошему И в своих Куртках Сидеть Ну а пока Я хочу сказать Что мы все-таки С вами Находимся На пороге Нового года Поэтому для того Чтобы создать себе Новогоднее настроение Приходите к нам На елочке Которая проходит Практически каждый день Перед детскими Спектаклями Не забывайте о том Что в театре На Спасской К вам приходит сказка Спасибо Отлично Спасибо Спасибо На этом программа Мужской понедельник завершается Успехов Больших Безусловно Владимир Грибанов Юлия Беляк До свидания Сейчас новости Тематические программы И особое мнение Через 20 минут Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова